доброго времени суток дима смотрю ваши видосы уже несколько лет так как сам связан частично с этой сферы деятельности перейду к сути я не работаю в такси моя сфера деятельности трансфер у меня микроавтобус h1 сам я из костромы 13 июля в ночь выехал из костромы в аэропорт внуково обратно выставил поездку на блаблакар на 8.00 от в днх заправка роснефть взял пассажиров и поехал деньги сразу не брал когда отъехал от заправки заметил что через 3-4 машины за мной едет машина дпс куда я туда и она доехав до разворота в сторону москвы она меня остановила взяв документы для проверки сказала ехать за ними приехали на улицу космонавтов 2 то бишь где гостиница космос подъехал и увидел машину мадишников состояли протокол и сказали что машина на стоянке на эвакуаторе ехал я в тот день с ребенком трех лет я закрылся в машине и боролся как мог с этими деспотами до 14 20 ребенок устал есть пить спать хотел в общем вымотали они меня за это время приезжало четыре наряда ппс но никто не решился ломать дверь или бить стекло потом подошел с местного участка подполковник и предложил проехать в милицию там во всем разберемся возьмем объяснительную и поедете дальше домой приехав к полиции вышли с ребенком из машины пошли в отделение с подполковником и тут я заметил что тут подъехал эвакуатор с транспортниками обратно через пост не выпустили базик увезли так и с ребенком трех лет в майке и шортиках при температуре плюс 14 остался в москве на улице дима если можешь посоветуй помоги как быть эти уроды сказали что через три месяца заберешь у меня четверо детей младшим двум 35 дим я не поражалась ко мне а про то что работаю я один в семье понимаю что не совсем по адресу так как ты по видосам только таксистов выручал дим очень надеюсь на твою помощь хотя понимаю что отдых на море никто не отменял с благодарностью сергей вот такое письмо пришло на наш адрес электронной почты дима прокомментирует это письмо и каким-то образом скажет от себя я прочитав это письмо ну тоже не мог остаться безучастным не мог просто смолчать сервис бла-блакар в россии официально не запрещен для того чтобы подвезти попущиков по бла-блакару ни в одном регионе вы не должны получать лицензию разрешение оклеивать автомобиль для перевозки в цвета такси и вы просто можете взять человека и подвезти представить себе что в советское время какой-нибудь работник села двигаясь на грузовом автомобиле да там махали девушки мы видели в фильмах очень часто там соответственно с поля спасенных работ с каких-то полевых они ехали просто махнув рукой останавливалась машина их подвозили соответственно там эти девушки какие-то там сдойки они ехали с допустим как как вариант они угощали водителя молоком и порой ехали не бесплатно скажем так в данном случае водитель предполагал возможно брать деньги естественно он не благотворитель и зайдя в этот сервис бла-блакар там есть цена которую которая назначена за поездку она официально утверждена и в конце поездки естественно пассажиры рассчитались бы с водителем вот в чем вопрос считать ли это незаконной коммерческой деятельностью как вариант за которую вы можете лишиться автомобиля на три месяца три месяца ваш автомобиль удерживают на мой взгляд незаконно на мой личный взгляд вопрос к законодателям вопрос здесь к тем людям которые следят за законом порядок у нас в стране должны следить если этот сервис вне закона как и другие подобные ему если для того чтобы я подвез какого-то человека просто человек идет по дороге человек не может добраться и зима холод на улице как вариант я его подвез за какую-то денежную плату если по тому же сервису там бла-блака если этот сервис вне закона то почему он работает на территории россии если он вне закона если же он разрешен а мы знаем что он сейчас разрешен то почему некие граждане позволяют себе незаконно удерживать автомобиль тех кто по этому сервису пассажиров подвозит вопросов больше чем ответов и здесь вот в данном случае конечно не может не поражать подлость сотрудников полиции подлость вот этого подполковника который заманил обманом в данном случае сергея который написал это письмо заманил обманом к делу и там обманом у него забрали автомобиль это сотрудник полиции который должен следить за порядком за законностью и помогать людям он давал присягу каждый сотрудник полиции дает присягу вот этот подполковник давал присягу в которой он обещал служить народу служить своей родине как он служит очевидно очень жаль что у нас нет вот внешнего облика этого героя вот этого подполковника который может бороться с простыми людьми и с детьми как мы видим хочу обратиться ко всем что мы можем мы можем наверное сейчас объединиться только в приложении help driver разработанным них нихом до канал них них на ютюбе неважно уже сейчас нам всем становится очевидно неважно вы таксист автомобилист либо просто работаете на трансфер либо просто подвозите людей иногда раз в год по приложению блаблака вам нужно скачать приложение help driver и объединиться это первое второе что в данной ситуации нам всем должно помочь на мой взгляд это видео и фотосъемка если бы в данном случае водитель нажал кнопку сос туда приехала двадцать-тридцать машин не обязательно таксисты но таксисты это такое знаете такой движ сплоченности коллектива приехали бы таксисты не только таксисты приехали в другие люди начали бы снимать вот этого полковника чтобы его вот вот этого полковника до этого подполковника который может быть ну что с такой самоотдачей конечно он станет полковником показатели же выполняет уже может бороться с детьми и простыми людьми вот его должны знать все в лицо вот приехала бы там 20-30 машин все бы начали фиксировать лица вот этих вот вымогателей которые отобрали автомобиль лица всех участников этой шайки и их физиономии должны просто разойтись были по интернету их физиономии должны знать каждый этот человек входя в свой подъезд он должен оглядываться на него должны показывать пальцем соседи бабушки на этого человека показывать пальцем и говорить этот человек отбирает у детей у родителей этих детей автомобили вот этот человек вот только общественным резонансом и общественной общественным вниманием в данной проблеме мы сможем что-то изменить по-другому ничего не получится прочитав это письмо мы с вами понимаем что обращаться к полицейским которые в данный случай являются пособниками совершения вот этих хищений автомобилей просто бессмысленно и обращаться нам с вами некуда поэтому рассчитываем только на себя скачиваем приложение help drive ссылка в описании помогаем друг другу если вы видите что у кого-то отбирает автомобиля обязательно остановитесь обязательно фиксируйте все на видео и будем стараться максимально придать резонанс этому и подобным случаем ваш опыт ваше мнение в комментариях все мои контакты в описании поэтому если у вас есть что сказать есть интересные видео вы стали свидетелем совершения преступлений подобных преступлений то буду рад с вами пообщаться все контакты в описании всем добра